За первые полгода экспорт товаров из Украины по сравнению с аналогичным периодом 2016-го вырос более чем на 24% и в денежном выражении достиг 20,6 млрд долларов. Также возрос и импорт. Рост составил почти 30% и достиг 22,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики. Наибольший рост показал экспорт украинских товаров стран ЕС. В период с января по июне было поставлено на 8 млрд 200 млн долларов. Крупнейшим покупателем украинских товаров ЕС остается Польша, на втором месте Италия и на третьем Нидерланды. В интернете появился первый тизер украинского фильма о защитниках Донецкого аэропорта под названием «Киборги». Его режиссером выступил Ахтем Сейтаблаев. Сценарий написала Наталья Варажбит. По словам Сейтаблаева, он создавался по воспоминаниям украинских военных, принимавших участие в обороне аэропорта. В аннотации к тизеру говорится, что «Киборги» – история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Премьера фильма запланирована на 6 декабря 2017 года. И снова Буэнос-Айрес погрузился в звуки танго. В аргентинской столице проходит ежегодный международный чемпионат. Танцоры соревнуются в двух категориях. Сценическая танго более сложная с хореографической точки зрения. А это салонная. Здесь нет таких же прыжков и переворотов, но правила не менее строгие. Сейчас проходит отбор. За исполнением на сцене зорко следят члены жюри. Танго зародилось в 19-м столетии в бедных портовых районах Буэнос-Айреса. Сегодня этот танец популярен во всем мире. Чемпионат по танго проходит с 10 по 23 августа. Кошки на два дня стали главными героями в американском городе Пасадена. Здесь прошел третий ежегодный фестиваль Кэткон, посвященный этим пушистым четыроногим. Главная цель праздника рассказать людям о хороших качествах кошек, а также создать площадку для личной встречи их поклонников. Ведь, как объясняет организатор фестиваля, кошки не собаки и у них нет определенного места для выгула. Думаю, Кэткон дал им возможность собраться вместе в реальной жизни. Теперь мы постоянно сидим в интернете, но людям по-прежнему нужна настоящая жизнь. Они хотят, чтобы остались воспоминания, хотят прочувствовать и лично пережить все это. Посетители фестиваля приходят в пушистых костюмах, футболках с изображением кошек и без стеснения надевают на голову кошачьи ушки. «У меня шевелящиеся кошачьи уши. И скажу вам, где бы я здесь не ходила, люди восхищаются. У тебя уши шевелятся, как здорово, откуда они у тебя. Но когда выходишь в таком виде на улицу, люди спрашивают, все ли у меня в порядке, здорова ли я». Для любителей кошек на фестивале предлагают различную одежду с их изображениями, сувениры и мягкие игрушки. Одна из них сделана в честь знаменитой кошки по кличке Нала. У неё есть страничка в Инстаграм и почти 3,5 миллиона подписчиков. Пушистая звезда лично приехала со своей хозяйкой на праздник по Садену. Владелец кошки пообщалась с её поклонниками. «Некоторые люди думали, что она не настоящая, поскольку её мордочка похожа на мультяшную, как у диснеевских персонажей. Её фотографии людей очень радовали. А однажды одно фото стало вирусным. После этого число поклонников продолжает расти». На фестивале присутствуют и менее знаменитые коты и кошки. Все они питомцы приюта. За два дня праздника 150 животным подоскали новых хозяев.